Все боятся Путина. Все окружение Путина боится Путина. Вся страна боится Путина. Я боюсь Путина. Почему? Такой страшный. Он умный. У него хорошая память. У него аналитический склад ума и непревзойденные лидерские качества. Хорошее чувство юмора, отсутствие вредных привычек, умение разговаривать по-пацански. Как Викиликс описал, альфа-док. Это на Западе может иметь негативный смысл. А, например, для дворовых парней, которые во дворе росли, это понятно. Вот лидер, вожак. Стаи. Это для многих совершенно понятная формула. Вот там, как называют там, да, в регионах старших уважаемых людей Папа. Обладает Белый дом контролем. Нет, Кремль, безусловно, обладает властью, но... Если захотят вмешаться силовики, веселые бульдозеристы, то они это сделают. Нет свободы, но свобода России поменена на кусочек мяса. Вот, несмотря на то, что он сейчас меньше, чем был, он все еще не позволяет умереть с голоду и не толкает тебя на баррикады. Путин делал вид, что он как бы делает реформу. И какое-то время, там был стабфонд, там были действительно какие-то изменения. В 2003 году, когда Михаил Борисович Ходорковский стал финансировать все партии, кроме Единой России, тогда называлось Единство. Ну, то есть, практически дело то, что говорит Навальный только деньгами. Навальный говорит, голосуйте за всех, кроме Единой России, у Михаила Борисовича Ходорковского были, соответственно, более серьезные аргументы в виде денег. И когда начали мочить ЮГОС, ну, понятно, почему. Он же сказал Путину, там, вы не правы, он там с ним прилегался. И вообще, понятно, там, и вообще, как он получил эти активы? Он, наверное, он, ну, да, ну, по телевизору уже сказали, как они это все приватизировали. Да, ну, вот, и все замолчали. Нет, поначалу начало либеральное общество жужжать. Путин сказал, прекратите истерику, и все прекратили. Но если ты не занимаешься нефтью, если ты ничего не приватизировал, если ты не тявкаешь против власти, тебе никогда ничего не будет. Евтушанков с Путиным целовался в засос. Ну, в переносном смысле. Они оба нормальные ориентации по слухам. Вот. Хотя, надо отдать должное, здесь есть кричалка такая, где Путина присудили средний род. Путина присудили средний род. Но он не дурак, и он не хочет, чтобы его правление закончилось завтра. А если он начнет стрелять по войскам НАТО, то с ним разберутся достаточно быстро, потому что НАТО несравнимо сильнее, чем российская армия. Чекисты не остановятся, они начнут делать теракты в Киеве, они начнут сбивать самолеты, которые летят над территорией, которая контролируется украинскими властями. Они вполне могут переодеться, как образно скажем, да, переодевшись в правый сектор, устроить теракт в Москве, чтобы вызвать ненависть и оправдать в глазах вторжение на Украину. Что произойдет после выборов? До выборов он обещает деньги пенсионерам, врачам, учителям, пообещает либеральные реформы, разворот к бизнесу, встретиться с бизнесменами, там, пооблобызается с кем-нибудь. Эта вся херня, это все будет. Он всех кинет. Он кинет Трампа, который на него обозлится очень скоро, и он кинет всех, всех, кому он что-либо пообещает. Продолжение следует...